Добрый день, меня зовут Николай, я, скажем так, представитель этого заведения Гармошка. И когда народное издание «Блокнот» предложил нам поучаствовать в этом этапе конкурса, сразу стало понятно, что главным героем этого этапа, кроме вас прекрасных, будет старый добрый пельмень. Да, ведь пельмень это что? Пельмень это и есть суть России. А друг человека, если делает хороший пельмень, то это семья крепкая. Соответственно, мы вместе сегодня будем учиться, а кто-то может быть и умеет, делать хороший пельмень. У каждой у вас будет тесто готовое уже, тут мы постарались. Фарш. Но фарш будет пресный, поэтому мы предоставим вам специи, чтобы вы лично определили, какой вкус вы хотите сделать. Перчатки, чтобы ваши ручки были чистые. После этого нужно будет сделать 6-8 пельменей. Придет шеф, если нужна будет вам какая-нибудь помощь, он все расскажет, покажет. После этого соберется небольшой жюри в лице меня, не меня, шефа и еще одного человека. А, может быть, Вика, да? Прекрасно. И вы? Нет. Конечно, пельмени захотелось, да. И вы представите концепцию прекрасного пельменя. Как я понимаю, после этого будет составлен топ, ну и дальше уже следующий этап, и мы будем болеть за вас. Поэтому, я думаю, пора приступать. Юрия, ну теперь ты расскажи, что ты придумала и вообще придумала ли что-то. Я? Нет, я просто пока тесто раскатываю. Так же по моменту. Но до этого лепила? Я не лепила, но я смотрела, как у меня делает эта бабура. Будешь по рецепту бабули делать? Конечно. Там беспроигрышный вариант. Я не буду говорить, что я буду добавлять, потому что тут есть конкуренция. У нас теперь уже конкуренция появилась, хотя в тот раз она говорила, что ее нет. Я поменяла мнение. Приятного аппетита. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, расскажите, что вы добавили в парше? В парше я добавила стандартные специи. Это соль, перец черный-красный и щепотку чеснока. Довольно консервативно подошли. Хорошо, господа. Тесто отменное. Соглашусь. Раскатан на тонком, не пересольный, не переключенный. Действительно классический вкус. Да, домашние пельмени. Я съем даже второе с вашего позволения. Ни один не открылся. Да, кстати, да, они разбавились. Как вам украшение, пельмени, подача достойно? Не знаю, мне кажется, оно наоборот отвлекает и никакого смысла особо не несет. А мне нравится. Я не понимаю, зачем с двух сторон. Нет, ну не скажу, что оформление это сильная сторона этих пельмени. А мне нравится. Зелень я люблю. Юля, у тебя есть какой-нибудь уже рецепт в голове? Не думала? Рецепт пельмяшек? Да. Не знаю, я вот фарша хочу добавить всего по чуть-чуть, посмотрим, что получится. Да это лепило вообще? Лепить прям не лепило. Я вообще не ем пельмени. Вообще не ешь? Ну, расскажи, что ты в них добавила, из чего фарш? Фарш из мяса. Ну да, с какой приправы, с чем? Может вообще без всего решения? Соль и ветки сразу туда добавили. Такие имени. Но я их понюхала, мне показалось, это то, что лучше. Какого цвета? Красненький. Это ваш первый опыт? Вот прям лепить пельмени было? Как здорово. Но они сделаны очень в душе, я очень старалась. Что могу сказать? Такое разнообразие форм мы еще не видели. У мой попался так, что на защите слишком много теста. А другой я сел уже два. Ну идеально. Тонкое тесто получилось. Может быть кто-нибудь помогал. По фаршу ровно, спокойно, не пересоленные. И немножко красненькие специи, как мы понимаем. Чувствуется, да? Да. Я солидарна с именем Николая. На защите я тоже почувствовала. Много, много теста остается на дубах. Но в моем было маловато мяса, и оно было пресно. Мне показалось, ну мне по крайней мере попался, они настолько все разные, что он толстое тесто местами. И ну как-то просто фарш. Мне вот не хватило каких-то специй. Может быть действительно не сильно он перемешан достаточно. Ну бледновато, мне вот не запомнился вкус. Но он не яркий. Он нормальный. Он достаточно съедобный. Но хотелось бы какой-то такой вот изюминки. Как злашусь с ним, Николай Николаевич, что они все были настолько разные, что такое сильное. Скоро, что мы сейчас все ели из разных пачек как будто сварили мы. И вот мой попался. Очень мало специй, мало соли, мало мяса. Больше съел теста. Ну, скорее всего, мне просто не повезло. Я взял самый маленький, самый щупленький. И, видимо, вот так сложилось, что он получился таким. Но так, не пересолен, не переперчен. Весьма такой ровный вкус. Виолетта упомянула за кадром, что она лепила пельмени. Расскажи, пожалуйста. Да, это правда. У меня была своя домашняя сыроварня. Я там делала пельмени, вареники, чизкейки, сыры, йогурты натуральные. И вот сама лепила пельмени. Но там было на продажу. Там были разные начинки, рыбные даже. Сегодня мы будем готовить мясные. Не знаю, как получится. Надо это все вспомнить. Сидя неудобно, сейчас вы уйдете, я встану. На мне фартук главного шеф-повара этого ресторана. Я надеюсь, что он мне принесет удачу. Здравствуйте. Пельмени а-ля Русса, а фиорет мастер-лершук. Обратите внимание, подстановочная таря какая выбрана красивая. Я еще хотела бульон, потому что кто-то любит пельмени бульоном, но не успели предоставить. Поэтому в среднем количество зелень и специи, все на любителя. Сливочное масло, сметану у вас есть. А в фарш что вы добавили? В фарш я добавила немного всех специй. Все, что вы видели. Все, что я видела. Все шесть. Все шесть. Да. Поэтому, что там получилось и как? Ну и магию шеф-повара фартук. Да, но я очень надеюсь, что вот фартук шеф-повара вашего мне помог. Я прям стеряла и колдовала над ними любовь свою. Лучики добра посылала. Что? Пересолено. Да? Угу. Ммм, любовь. Смесь пряностей очень мощная. По поводу вышесказанных пересолок, хочу заметить, что просто смотря всем употреблять, с каким напитком, то возможно было бы и совсем неплохо. Вот шеф-повар хотя бы меня защищает. Ну, если сразу же запить стаканом воды, тогда возможно будет не пересолено, на самом деле. Вот про внешний вид мы не сказали, внешний вид мне нравится. Внешний вид очень хороший был. По количеству мяса хорошо, тесто тонкое, журется легко, но очень пересолено. Ну, прям, я люблю соленое, но это прям от души. Настя, расскажи, лепила до этого? Лепила сначала с бабушкой в далеком-далеком моем детстве, наблюдала тоже за тем, как она лепит. Вот, потом она научила мою маму, соответственно, уже наблюдала потом за мамой. Вот, сейчас мы иногда любим с друзьями собраться и, как бы, да, полепить реально пельмени, потому что, на самом деле, это, ну, как-то забавляет нас. Вот, но у нас специально есть такие пельменицы, в которые уже класть нужно. А здесь, конечно, посложнее то, что, типа, нужно самому вырезать, самому, там, класть начинку. Там, конечно, уже попроще, ты просто заложил, и как бы пельмешки получились. Это пельмени, соответственно, пельмени являются русским блюдом, русской кухни. Я решила украсить их, ну, более-менее по минимуму, да, чтобы немножко, как бы, изюминка была, такая полосочка. Пельмени 7 штучек здесь, 7 это мое, вообще, счастливое число, поэтому именно это количество пельмени я решила сварить и, соответственно, тоже презентовать и вам представить. Сюда я решила добавить немного сухого чеснока. Он дает немножко такого вкуса, наверное, усиливает вкус. Вот, поэтому я решила сюда добавить именно эту специю. Также здесь есть немного куркумы, ну, и подсолила тоже немного, скажем так. Ну, и перчика чуть-чуть сверху добавила. Поэтому приятного аппетита, я думаю, то, что оцените мое блюдо с достоинством. А мне интересно, куркуму вы с собой принесли? Ой, ну, не куркуму, ну, красная была специя, я почему-то подумал, что это куркума. Паприка, да? Паприка, да. Тесто раскатано хорошо. Внешний вид правильный. Оформлено симпатично. Мяса у меня мало. Не знаю, как у вас. У меня много, и оно соберное опять. Вот у меня на грани. По соли я еще во время приготовления обратил внимание, что Настенька взяла прям об душе. От своей большой души. Русской. Русской, да, широкой. Добавил немножко так вот соли. Внешний вид мне очень понравился. Я прям пятерку поставлю. По вкусу соленые. Я бы вот других приправ, мне кажется, не хватает. А вот соли можно было прям чуть-чуть поменьше. Оно не испорчено, оно съедобно. И вкус есть именно, вкус яркий. Но все-таки чуть-чуть пересолен. Соглашусь с тем, что вкус яркий. Но как по моему вкусу со специями немножечко было переиграно. Очень какой-то такой прям вот плавающий такой вкус специй. Они, такое ощущение, что перебивают одна другую там очень сильно. Но по визуальному да, очень хорошо. Марина, что у тебя с готовкой? У меня будут особенные пельмени. Так, ну на самом деле у меня тоже был опыт лепки пельменей с детства. Только у меня бабушка любила такие царь-пельмени. Готовит такие прям с кулак. В общем, да. Какие пельмени? Постараюсь. Большие пельмени будем готовить. Приятного аппетита всем. Мои пельмени отличаются немножко от других. Тут в одном пельмешке есть небольшой ингредиент. Так называемый счастливый пельмень. Кому попадется, того весь год будет удачный. А что же там внутри? Сюрприз. Это не должно сломать вам зубы, самое главное. Так, как правило, счастливый пельмен – это соль или перец. Правильно я понимаю? Подсказка. Да, это тот секретный ингредиент, который приносил Винтри. А, головка чеснока. Так, как мы видим, по внешнему виду есть и вареники. И вареники, да. И пельмени. Пельмени все разные. То есть фантазер вот этот хорошо. Скажите, что вы добавили в фарш? Я добавила фарш, соль, специи. Специи какие конкретно, не знаю. Я импровизировала. Решила. А до того готовили пельмени? Крайний раз моя попытка, готовка пельменей не очень удачно закончилась. Я замешала тесто и закинула в морозилку. А, хорошо. Господа. Мы думаем об одном. Я думал, у Насти широкая душа, но у вас еще шире. Тут все, что есть, все было, что в приправах. И еще немножко соли. Еще сверху. Дополнительно. Что могу сказать? Мне очень нравится фантазия такая, мне нравится подача. Но с фаршем, конечно, промах. Прям сильный промах. Да, пересолено. Сильно пересолено. Мое мнение, так сказать, переигрались с формой, переигрались со вкусом, с ароматом, специями. Прям вот сильно увлеклись. Это, конечно, неплохо, но чуть-чуть можно быть подсдержаннее. Мне понравилось, что они большие. Большому куску рот радуются. Тесто хорошее. Я имею в виду, оно не толстое. Мяса много. Но, да, зелень. Мне понравилось то, что много зелени. Прям оно как-то хорошо перебило соль, которой очень много. Пока это, наверное, самые пересоленные пельмени. Аня, расскажи, до этого был у тебя опыт в лепке пельменей? Да, опыт был. Я лепила сама. Ну, как у девочки. Я с бабушкой не лепила, к сожалению, не застала этот момент. Я лепила сама. Несколько раз. Прекрасно получалось. Ну, может, ты будешь добавлять туда? Ну, а специи? Что, пресный будет? Нет, не будет. А надо рассекретивать, да? Сейчас прям говорите. Ну, можешь рассекретить. Мне Марина тебя не слышит. Я уверена. Да, знаю, что буду добавлять. Буду добавлять перец, соль, возможно, хмели-санели или паприку. И еще смотрю на зелень. Туда очень хорошо сочетается кинза. Можно попробовать петрушку на любителя, но я не люблю вот кинза. Но я посмотрела, она нарезана крупноватой. Сейчас подумаю. И для сочности можно добавить туда лук, протертый, перекрученный. Так как его нет, попробую водичкой смочить это. Здравствуйте, уважаемые всем интересы. Сейчас я презентую вам пельмешки-очаровашки. Хочу, чтобы вы их попробовали и отселили вкус. Внутри фарш, немного добавила воды, постаралась оббить, чтобы был по максимуму вкусный. Также добавила туда немного паприки, соли и черного молока, перец по вкусу. Также есть еще кинза. То есть не все спицы, которые были? Нет, не все. А также они были, названные были? Вот, только что хотел отметить. Это первый человек, который сказал все, что добавил словами. А не красненькая, желтенькая и немножко соли. Ты только полюхала. Господа, первое впечатление, это идеальные пельмени. Идеальные формы. Симпатяшки. А, симпатяшки. Все я. Очаровашки. Очаровашки. У меня плохо раскатанное тесто, прошу прощения. Это вот такой толщины тесто. Да, вы можете даже вот сейчас это подснять, оператор. Я не смогу это доесть. Да как же так? Такие прекрасные. Очаровашки, да. Я попробовал фарш. Он хороший. Да. Он отличный. В меру соленый, в меру специй. Специи, которые добавлены, не давят. И они гармоничны. Не смотря на тесто, все-таки для меня вкус мяса перевесил. Это прям, мне очень понравился фарш. По приправам, послевкусие. Это прям, это вкусно. Это хорошо. Ну и внешний вид. Он аккуратный, очаровательный. Прям все очень хорошо. Мне нравится. Соглашусь с этим мнением. Да, внешний вид был очень хороший. Но чуть-чуть не хватило, может быть, усилий, может быть, самой силы, чтобы раскатать тесто до нужной консистенции, до нужной толщины. А так все очень даже неплохо.